Антон Павлович Чехов, Кот Варвара Петровна проснулась и стала прислушиваться. Лицо её побледнело, большие чёрные глаза стали ещё больше и загорелись страхом, когда оказалось, что это не сон. В ужасе закрыла она руками лицо, приподнялась на локоть и стала будить своего мужа. Муж, свернувшись калачиком, тихо похрапывал и дышал на её плечо. Алёша, голубчик, проснись, милый, это ужасно. Алёша перестал храпеть и вытянул ноги. Варвара Петровна дёрнула его за щеку. Он потянулся, глубоко вздохнул и проснулся. Алёша, голубчик, проснись, кто-то плачет. Кто плачет, ну что ты выдумываешь? Прислушайся-ка. — Слышишь? — Быть-то стонет кто-то. — Это должно быть, дитя нам подкинули. Слышать не могу. Алёша приподнялся и стал слушать. В Настеже открытое окно глядела серая ночь. Вместе с запахом сирени и тихим шёпотом липы слабый ветерок доносил до кровати странные звуки. Не разберёшь сразу, что это за звуки. Плачь ли тот детский, пение ли лазеря, вои ли — не разберёшь. Одно только было ясно. Звуки издавались под окном, и не одним горлом, а несколькими. Были тут дисконты, альты, тенора. — Варь, да это коты, — сказал Алёша, — дурочка. — Коты? Не может быть! А босы тогда кто? — Это свинья охрюкает. Ведь мы, не забывая, на даче. — Слышь, так и есть коты. — Ну, успокойся, спи себе с Богом. Варя и Алёша легли и потянули к себе одеяло. В окно потянуло утренней свежестью и стало слегка знобить. Супруги свернулись калачиками и закрыли глаза. Через пять минут Алёша заворочился и повернулся на другой бок. Спать не дают, черт бы взял. Орут. Кошачье пение, между тем, шло крещенда. К певцам присоединялись, по-видимому, новые певцы, новые силы. И лёгкий шорох внизу под окном постепенно обращался в шум, гвалт, возню. Нежная, как студень, пьяно достигала степени фартиссима, и скоро воздух наполнился возмутительными звуками. Одни коты издавали отрывистые звуки. Другие выводили залихватские трели точно по нотам, с восьмыми и шестнадцатыми. Третьи тянули длинную, однообразную ноту. А один кот, должно быть, самый старый и пылкий, пел каким-то неестественным голосом, не кошачьим. То басом, то тенором. Если бы не пшиканье, то и подумать нельзя было бы, что это коты поют. Варя повернулась на другой бок и проворчала что-то. Алёша вскочил, послал в воздух проклятие и запер окно. Но окно не толстая вещь. Пропускает и звук, и свет, и электричество. Мне в восемь часов вставать надо. На службу ехать, вырукался Алёша. А они ревут, спать не дают. Дьяволы! Да замолчи, хоть ты, пожалуйста, баба! Нюник над самым ухом хныкает тут. Чем же я виноват? Ведь они не мои! Ну, прогони, голубчик! Уж вырукался, спрыгнул с кровати и пошёл к окну. Ночь клонилась к утру. Поглядев на небо, Алёша увидел одну только звёздочку. Да и та мерцала точно в тумане. Еле-еле-еле. В лепи заворчали воробьи, испуганные шумом открывающегося окна. Алёша поглядел вниз на землю и увидел штук десять котов. Вытянув хвосты, шипя и нежно ступая по травке, они громадерами ходили вокруг хорошенькой кошечки, сидевшей на опрокинутой вверх дном лохани, и пели. Трудно было решить, чего в них было больше. Любви ли кошечки, или собственного достоинства. За любовью ли они пришли, или только за тем, чтобы достоинство своё показать. В отношениях друг к другу сквозила самая утончённая ненависть. По ту сторону полисадника тёрлась решётка свинья с поросетами и просилась в садик. — Пшик! — шикнул Алёша. — Кш! — Вы, черти! — Пш! — Пш! Но коты не обратили на него внимания. Одна только кошечка поглядела в его сторону, да и то он мельком, нехотя. Она была счастлива, и не до Алёши ей было. — Пш! — Пш! — Анафемы! Чёрт бы вас взял совсем! Варя, дай-ка сюда графин, мы их окатим! Вот черти! Варя прыгнула с кровати и подала не графин, а кувшин из рукомойника. Алёша лёг грудью на подоконник и нагнул кувшин. — Ай, господа, господа! — услышал он над своей головой чей-то голос. — Ай, молодёжь, молодёжь, ну можно ли так делать, а? — Ай, молодёжь! — И за сим последовал вздох. Алёша поднял вверх лицо и увидел плечи в ситцевом халате с большими цветами и сухие желестые пальцы. На плечах торчала маленькая седовласая головка в ночном колпаке, а пальцы грозили. Старец сидел у окна и не оторвал глаз от котов. Его глазки светились вожделением и были полны масла, точно болеет глядели. Алёша разинул рот, побледнел и улыбнулся. — Почевать, извольте, вашество, — спросил он ни к селу, ни к городу. — Нехорошо, смелости сдарь. Вы идёте против природы, молодой человек. Вы подрываете, так сказать, законы природы. Нехорошо. — Какое вам дело? Ведь это организм. Как по-вашему, организм? Надо понимать. Не хвалю, милосте сдарь. Алёша струсил, пошёл на цыпочках кровати и смиренно лёг. Варя прикорнула возле него и притаила дыхание. — Это наш, — прошутал Алёша, — сам и не спит. На котов любуется. Он, дьявол-то, неприятно жить вместе с начальником. — Молодой человек, — услышал через минуту Алёша старческий голос. — Где вы? — Пожалуй, сюда. Алёша подошёл к окну и обратил своё лицо к старцу. — Видите вы, он того белого кота. — Как вы находите? — Это мой. — Манера-то, манера, поступь. — Поглядите-ка. — Мяу, мяу. — Васька. — Васюшка шельма. — Усищ-то какие у паршака. — Сибирский шельма. Из мест отдалённых. — А кошечке быть. — Быть в беде. — Всегда мой кот вверх брал. — Вы сейчас в этом убедитесь. — Манера-то, манера. Алёша сказал, что ему очень нравится шерсть. Старичок начал описывать образ жизни этого кота. Его привычки увлёкся и рассказывал вплоть до солнечного восхода. Рассказывал со всеми подробностями, причмокивая и облизывая свои желестые пальцы. Так и не удалось заснуть. В первом часу следующей ночи коты опять затянули свою песню и опять разбудили Иварю. Гнать котов прочь Алёша не смел. Среди них был кот его превосходительства, его начальника. Алёша и Иваря до утра прослушали кошачий концерт. Субтитры создавал DimaTorzok